В Курчатовском районном суде идут заседания по факту травмирования ребенка на детской площадке. Семилетний мальчик чуть не остался без фаланги пальца. Ответчик коммунальщики. С них требуют почти полмиллиона рублей. На процессе побывал наш корреспондент и расскажет подробности. На это заседание родители пострадавшего школьника принесли пробитый футбольный мяч. Вот что с ним стало после падения столба на детской площадке. На конструкции остались штыри, которым крепилась сетка рабица. Они уничтожили мяч и едва не оставили без пальца семилетнего ребенка. Родители мальчика, говорят, не раз жаловались на детскую площадку в местный ЖЭК. Лично мы, например, в ЖЭК обращались не единожды. Но мы звонили по телефону, мы приходили лично в ЖЭК, просили. Нам было сказано, либо нет средств, либо нет возможностей, нет денег. Все случилось в апреле во дворе дома по улице 2-й Шагольской. На этих кадрах, которые публикуются впервые, 7-летний Артемий и его 10-летний сосед играют в футбол на детской площадке. Мяч прилетел к столбу, и один из юных спортсменов побежал за ним. В этот момент конструкция рухнула прямо на руку Артемия. На помощь ему бросился друг. С травмой ребенка тут же повели домой. Ольга Измайлова сначала думала, у сына легкая травма, а потом ужаснулась. Когда мне его привели домой, в этот момент, то есть я сначала думала, что там порез глубокий просто, но было как бы много крови. Я решила промыть ее. Я отвела сына в ванну и включила небольшую струю воды. Под струю, когда я подсунула палец, я поняла, что палец отходит совсем. То есть на кости палец не держался. Если палец и держался, то он, видать, держался только на коже. Родители сразу поехали с малышом в ближайший травмпункт. Там оказали первую помощь, сделали снимки, отправили в поликлинику. Уже там врачи сказали, что Артемию нужна срочная операция. Мне сказали, что я должна его раздеть полностью. Его посадили на каталку и увезли. У ребенка, естественно, была истерика, травма. Он, в принципе, у меня не знает, что без мамы. То есть мы постоянно везде вместе. И для него это было очень большим потрясением, что ребенка мало того, что раздели, положили на каталку и везут без мамы. Эти снимки были сделаны после операции. К счастью, пальчик удалось пришить, и он даже прижился. Несколько месяцев Артемий ходил со спицей, но когда ее сняли, начались осложнения. Фаланга на пострадавшем пальце оказалась смещена. Теперь малышу требуется повторная операция. Из-за этой травмы сын не пошел в школу, а подготовка к учебе дается с большим трудом. После травмы уже с нежеланием. Если читать, мы потихоньку начали восстанавливать. Во время чтения мы уже прослеживали зейканье. То есть он несколько раз повторялся слов, прежде чем соединить, и как вообще гречи не было стали. Расслеживали зейканье. Но, соответственно, когда мы стали переходить уже к кисленым заданиям, это было примерно в конце июня. На судебный процесс пришли представители администрации района и города, а также коммунальщики. В управляющей компании сразу заявили, они проводили там работы. Но территория детской площадки – зона не их ответственности. И кто ее должен обслуживать, они якобы не знают. Возможно, благоустройством занимались сами жители дома. В данный момент у меня документы нет, в вашей части. Александр и Ольга Измайловы попросили моральную компенсацию с управляющей компанией в размере 400 тысяч рублей, а с администрацией – 100 тысяч. Все деньги будут направлены на лечение и восстановление пальца их сына. Но представители компании с такими суммами пока не соглашаются. Материальная компенсация у нас на данный момент, на тот период, вернее, когда мы подавали, у нас составляла 127 тысяч с копейками. Точную сумму сейчас не скажу. Сейчас ребенок находится дома и продолжает проходить лечение. Впереди у него долгая реабилитация.